Экономика всюду. С 1 июля в Хабаровском крае среди разных режимов налогообложения появился НПД – налог на профессиональный доход или налог для самозанятых. Насколько он заинтересовал предпринимателей, действующих и потенциальных, ведь самозанятость можно превратить в подработку. По информации регионального Министерства инвестиционного развития и предпринимательства, самозанятыми в июле зарегистрировались более 1400 человек. Заняты они в сфере услуг, работают водителями такси и грузовиков, репетиторами, нянями, юристами, бухгалтерами и парикмахерами. НПД на стадии введения оказался популярнее патента. За первый месяц их внедрения в 2017 году в крае было выдано 708 патентов. Напомню, для самозанятых предусмотрено две ставки налога. Если доход получен от сотрудничества с физлицом, он облагается налогом в 4%. Если с юридическим или ИП, 6%. На сей момент это самые низкие ставки, кроме одной. Для тех, кто на УСНО выбрал налогооблагаемую базу дохода, ставка 3% в нашем крае, но она действует только до конца этого года. НПД называют одним из самых успешных проектов Михаила Мишустина на предыдущей должности. Он руководил налоговой службой. По признанию мирового профессионального сообщества, он создал лучшую модель цифрового администрирования налоговой системы. Авиатопливо в Хабаровском аэропорту подорожало за месяц на 18%. Теперь тонна авиакеросина стоит более 41,5 тысячи рублей. Это единственный аэропорт края, где в сезон отпусков топливо стало дороже. С такой динамикой наш аэропорт вошел в пятерку аэропортов-лидеров по стране. В Шереметьево тонна авиакеросина подорожала на 24,5%. В Краснодаре на 23%, в Геленджике на 22%. Хотя именно туда ведь устремился в июле пассажиропоток. Рост цены на топливо потянет за собой и цены на билеты. Более 11,5 миллиардов рублей перечислила дальневосточная железная дорога в бюджет Хабаровского края с начала этого года. Она перечисляет налоги и страховые взносы в бюджеты всех регионов, в которых работает. Хабаровскому краю достается больше, чем остальным, в соответствии с присутствием в регионе. К примеру, Приморью 1,8 миллиард рублей, ЕАО чуть меньше 600 миллионов. В общей сумме налоги и взносы дальневосточной железной дороги за 7 месяцев этого года превысили 17 миллиардов рублей. Это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Следим за новостями.